Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, Голодный, из города Иркутска. И сегодня в моей самоизолированной студии, я не один, внезапно, да, вот в этой самоизолированной студии у меня гость, мой друг и коллега Дмитрий Сизиков, который из интересного проекта, проекта мобильного в некотором смысле, и проекта, который стал очень актуален последние несколько месяцев. Хотя начался, я так понимаю, он немножечко раньше. Да, всем здравствуйте. Да, проект не просто даже мобильный, проект про спорт, Modify. Это вообще же заявлый спортсмен. Да, да, именно поэтому я очень обрадовался, когда меня пригласили в этот проект. Я сам занимаюсь спортом и долгое время планировал свои тренировки сам, представляю, как все это работает. И, в принципе, мне кажется, что вот за медициной, спортом, войти в большое будущее, я бы хотел работать именно в этой сфере дальше. То есть какая-то там телемедицина, возможно, что-то такое. Слушай, а вот эта вот история увеличением холсткер, истории вокруг этих браслетов, Apple Watch, насколько за этим вот реально как бы есть какая-то, ну не знаю, медицина настоящая? Есть, есть. Она, разумеется, вся в зачаточном состоянии. Но даже вот то, что у нас сейчас Apple-овские часики способны снимать КГ, они это снимают только в одной проекции. То есть, грубо говоря, если мы смотрим на разрез только в одну сторону, в то время как медицинские снимают там в семи-восьми там проекциях, намного больше. Все равно это позволяет детектить аритмии, какие-то проблемы явные. Дело в том, что не то чтобы в России, даже во всем мире не очень развита тема сходить и провериться. Такой хелт-чек. Да, хелт-чек такой, он понемножечку начинает набирать популярность, но не так, чтобы это массово. Ты знаешь, я с одной стороны с тобой согласен, с другой стороны нет. В Советском Союзе еще существовала история с диспансеризацией, когда каждые 10 лет сотрудник любого учреждения обязан был пройти диспансеризацию. Но разве это осталось сейчас? Слушай, ну я вот работал в академическом институции, вот там это прям, ты приходишь, у тебя в больничке написано такие-то года, в этом году диспансеризацию проходят, я вот проходил и пару раз. Ну это государственные, а типа частные вообще этого ничего не требуют, и да, диспансеризация там каждый год таких-то годов проходит, но вот среди моих друзей прям это не очень принято. Я это прохожу, потому что мне это в спорте требуется, а так бы, возможно, бы и не был таким приверженницем этого. Но так вот, скажем, в последний раз мне на осмотре сказали, здесь тебе нужно кое-что поправить, и мне сделали маленькую небольшую операцию. А в принципе это могло быть выразиться впоследствии в большие проблемы. Поэтому я пропагандирую вообще раз в год проходить обследования, хотя бы там маленькие. Но вся вот эта аппаратура носимая, она все равно позволяет людям, которые игнорируют эти проблемы, находить какие-то вещи. Пока прямо в очень зачатом состоянии, и прямо те проблемы, которые люди хотят поискать у себя. То есть вот говорю, типа посмотреть, он говорит, ух ты, у меня часики, у меня это КГ в одной проекции. Нажимает на кнопочку, она говорит, а у тебя ритмия, у тебя сердце нестабильно бьется. Он идет в больничку и проверяет это дело. Ну это что такое, как это такое. Потому что все это лечится, медицина развивается с каждым годом. Пять лет назад и сейчас несравнимо. Даже в условиях каких-то сельских местностей, тем более в крупных городах. Вот. Поэтому за носимыми устройствами абсолютно точно будущее. Вот я сейчас каждое утро там измеряю вариативность пульса. Это позволяет мне понять, что я заболел, хотя визуальных признаков я еще никаких не испытывал. Это какая-то методика есть, которая позволяет по ритму определить? Да, да. То есть пульсометры, которые нагрудные, определенные пульсометры, способны замерять рар-интервал. И считать вот это время в миллисекундах, строить по тебе некую карту вариативности. И потом ты можешь понимать, что для тебя норма, а что не норма. Она для разных людей разная. То есть нужно статистику еще накопить по конкретному человеку? Да, поэтому требует некой дисциплины. Каждое утро стабильненько снимать ее. Но если ты это делаешь, с каждым разом у тебя все больше статистики. Ты можешь прогнозировать, как-то предвидеть твое текущее состояние, хотя никаких внешних признаков у тебя все еще нет. Нос не заложен, горло не болит, а ты болеешь, иммунная система сражается. Ты говоришь, ой, сегодня, пожалуй, я не пойду на работу, не буду ее нагружать. Сегодня я там посижу дома, поем витаминки, снимусь там с какой-то диеты, полежу подольше, посплю, буду раньше ложиться спать. И ты там через 5 дней снова бодрячком. А мог бы слечь на 2 недели. Слушай, а насколько это... Ну, понятно, да, это такая вот прогностическая история. Насколько эта история, понятно, она жестко не пересекается с такой трудовой дисциплиной, условно говоря. Ходить в офис каждый день, да, потому что если ты вот так вот себя меряешь, то тебе очень сложно доказать, что ты вот уже заболел, ну, в смысле, там, менеджеру, условно говоря, или еще кому-то. А при этом ты сам для себя действительно можешь сделать жизнь сильно комфортней. Ну да, но ты, ходя на работу, же можешь тоже сделать их комфортней. То есть ты такой подальше держаться над людьми. Гру, в конце концов, дать тебе больше отдыха. То есть ты до этого нагружался каким-то проектом, спал по 3 часа, теперь ты понимаешь, что если так будет продолжаться, ты на 2 недели выпадешь. И любой человек, который умеет считать, понимает, что лучше он сейчас поспит 5 часов дополнительно, чем 2 недели вычеркнет из графика. О, да, это я согласен. Слушай, проект, мы про проект обозначили, что он как бы в области здоровья, но... Да, это удаленные тренировки, то есть когда у вас нет возможности ходить в спортзалы, нет возможности, желания, и вы хотите тренироваться дома. То есть это от банального, что вы смотрите видео и просто повторяете какие-то там месяцы, до персональных тренировок по видеосвязи, где тренер прямо следит и тренирует вас, следит за вашим питанием, следит за тем, чтобы вы вовремя выполняли нагрузку, правильно ее выполняли и так далее. Слушай, ну это как бы понятно, в коронавирусе на это время, наверное, бомбануло. А начали, я так понимаю, вы этот проект сильно раньше? Да, начали до коронавируса. Никто не знал, что так сложится все. Это как раз тот из проектов, в которые время коронавируса стрельнул. Ну мы ссылочку, кстати, на него приложим, можно будет пойти посмотреть, поизучать. Но изначально это была идея, что все-таки никто же не знал, что так все по домам засядем. Но все равно считалось, что людям дома тренироваться проще, чем вот ходить в зал, вот, и чтобы хоть как-то поддерживать себя в форме, здоровьем, они вот будут использовать вот такие сервисы. Понятно. Ну вот мы у меня находимся, у меня здесь турничок на балконе, я на который, так сказать, а на холодильнике у меня расписание, соответственно, где я на этот турничок, соответственно, залажу, чтобы, так сказать, немножко себя в форме держать. Это такая, как бы, история, там, гантельки и все остальное. Я думаю, что у каждого, вот сейчас, из айтишников мы очень сознательные, мне кажется, в этом смысле ребята, очень умные индустрии, я бы так сказал. Мы прям себя очень так конкретно в форму решили привести. Это, кстати, интересная тема, мы недавно ее обсуждали, что посмотрите на айтишников 15 лет назад и на айтишников современных. Типичный айтишник 15 лет назад это такой ботан с длинными волосами, в очках, в старом свитере, абсолютно за собой не ухаживающий и современные айтишники, которые поголовно занимаются спортом, следят за своим здоровьем в каком-то виде. Разница прямо разительная, мне кажется. Это прямо сильно изменился. Слушай, вот тема, с которой я тебя позвал, на самом деле, она меня волнует, потому что уже около года, может, даже чуть больше, в этом подкасте мы не обсуждали тему, связанную с мобилками. А понятно, что это, так сказать, носимая электроника очень близко к мобилкам, на самом деле, и хотелось бы немножко разобрать эту историю, что там произошло за последнее время, куда что все движется, потому что ты мобильщик-то со стажем. Более того, ты такой, ты же не просто мобильщик, ты еще удаленщик со стажем. Что в наше время, прям, так сказать, это хорошо. Как это? Я работал на удаленке, когда это не было хайпом, да, условно говоря? Да, это не было модно. Да, я, получается, уже типа лет 8, наверное, сложно посчитать, сколько я на удаленке. Вот. И я, собственно, iOS-разработчик. работал в компаниях типа Пандао, Ивидион, Эти Сума. Вот. Это что-то из крупных, мелких, прямо еще намного больше. И да, вот в основном я iOS-занимаюсь. В последнее время немного проектирую архитектуру для нашего приложения и делаю это для двух команд, поэтому немного посмотрю на обе, хотя на Android, конечно, значительно поменьше. Ну, у тебя основная специализация это iOS, и, собственно говоря, такая вот экосистема, ты такой, как и я, в общем, любишь, любишь, любишь Макось. Да, да, я люблю Макось. Любовь не с первого взгляда. Вначале это все, конечно, не заходило, но сейчас вряд ли я смогу перейти на другую экосистему. Ну, опять же, из-за экосистемы. Но на Android тоже поглядываю, потому что, когда припланированной архитектуре, я не могу не учитывать и нюансы этой платформы, поэтому что-то там поглядываю. Ну, в принципе, изменилось достаточно много, и из того, что прямо ярко бросается в глаза, это, конечно, реактивное программирование, которое прям ворвалось в мобилки, и мне кажется, что в целом оно там достаточно удачно смотрится. У нас есть приложение, в отличие от... Это уже обязательный как бы атрибут мобильного разработчика? Я бы сказал, что сейчас это обязательный атрибут. То есть, если вы хотите хорошую найти вакансию с интересным проектом, в каком-то виде Rx там будет. Возможно, полностью, возможно, только какая-то его часть, там, сетевой слой или еще что-то, но Rx будет много. И мне кажется, что он очень удачно в мобилках зашел, потому что у нас есть, ну, говорю, в отличие от веба, где есть только текущая страница, и у нас стоит пользователь, и вот он есть, то здесь у нас множество экранов в памяти, событий происходящих, то есть параллельных процессов, и все это как-то синхронизировать, и в плане Rx здесь у тебя оказалось синхронизировать это все просто, ты подписываешься на объект где-то с событиями, все у тебя само происходит, ты лишь описываешь реакцию на события. Ну, если мы будем так грубо. Ну, да. Да. Одновременно с этим, конечно же, есть проблема. Rx – молодая технология, не все так хорошо на ней пишут, разбираются в этом, и вылавливать ошибки в коде, в котором очень много Rx и не до конца продуманная архитектура сложно. У тебя где-то что-то происходит, оно цепляется, ты выносишься по коду в поисках, где оно там, что-то происходит. Здесь опять же вопрос с тестированием вообще резко встает очень сильно. Если до этого, как бы мы там мануально как-то все посмотрели, что там последовательно как-то все выполняется, то теперь нам надо прям уже конкретно вокруг каждого экшен-итема обертчик делать. Да, сценариев вообще в современных Матбук становится все больше и больше, они все меньше линейны. То есть, если у нас раньше флоу пользователя было вот А, Б, С, то теперь там куча веток и даже описывать эту функциональность достаточно сложно, не то чтобы потом ее тестировать. И ты извини, я обязан в этом подкасте напомнить, когда ты произносишь слово функциональность, это прям вот прям музыка для меня, потому что как бы огромное количество людей употребляют до сих пор слово функционал, а меня это прям убивает. у меня другая тема, на самом деле, волнует. В де-факто, сейчас, в 2020 году, можно констатировать, что на Android победил Kotlin. Да, это правда. Да, правда. Его настолько много, что, в принципе, это такая же тенденция, как в iOS переход с Objective-C на Swift. Слушай, вот это, давай на стек пока это положим, а давай пока про Kotlin поговорим. Да, его много, вот. Он, причем, вышел уже за пределы мобилки, то есть, очень много, я знаю, коллег, кто на Kotlin пишет бэкэнды. В нашем сообществе разработчиков таких людей прямо много. Он, конечно, не врывается ни в какие-то интерпрайсы, потому что там... Ну, все свое, конечно, да. Ну, никто ничего не будет переделывать, переписывать, пускать туда лишние технологии, разумеется, нет. Вот, но, ну да, он вырвался за пределы, а в Android он просто победил. Все, все мигрируют на Kotlin, есть возможность переписать, переписывают и так далее. Ну, то есть, это вообще ставка, которую мы, кстати, по-моему, в прошлом подкасте нашим с тобой совместно или даже еще раньше мы обсуждали, что это огромная ставка JetBrains, которая вместе с Google запустили эту трансформацию на самом деле в Kotlin. Напомню, что была такая, как бы немножечко джава, но не совсем джава, внутри андроида, и как бы от нее Google аккуратненько там открестился и отъезжает все дальше и дальше. Но он уже отъехал, то есть, там же очень много проблем было с 40, который владел основной джавой, и ссор на этой почве, очевидно, что рано или поздно это зашло бы в какие-то большие неприятности, и когда появился Kotlin, так вот все сложилось, удачно. Здорово, что наши ребята к нам причастны. Я про JetBrains. Да, JetBrains, конечно, безумно молодцы, и доклады, которые мы можем посмотреть по Kotlin, но они, конечно, показывают то, как люди думают, и это на самом деле очень круто, потому что они думают на русском языке, и вы можете, уважаемые подслушатели, прям пойти посмотреть, понять, как это происходит, как происходит формирование нового языка, новой экосистемы, куда это все развивается, и это прям очень здорово, потому что с многими языками, которыми мы пользуемся, там тот же Objective-C, тот же Swift, нам все равно приходится напрягаться, мы многие нюансы, даже в докладе, мы не осознаем, что человек здесь пошутил, блин, черт возьми, что это какая-то постирония тут была, а тут мы смотрим, мы такие, о, подожди, подожди, тут что-то интересненькое, да. Еще интересно, что Kotlin и Swift, они очень похожи, то есть, разумеется, там есть какие-то, не какие-то, а значительные различия, там корутины и так далее, но в целом языки очень близкие, синтезисы близкие, и переход туда-сюда уже для разработчиков проще, особенно начинающих, которые не так уж много языков в своей жизни видели, и переход туда-сюда помогает, что позволяет в какой-то момент, возможно, даже писать подобие платформы, даже не для того, чтобы там подменять коллег, а для того, чтобы посмотреть их код, чтобы понять, как сделано. Вот у нас очень распространена практика, мы считаем, что приложения на двух разных платформах должны быть идентичны поведением, и если у нас есть какие-то расхождения, мы максимально стараемся их минимизировать. Это решает множество проблем, в том числе протестирование. У тебя тестировщики точно знают, как работает функциональность, у них нет никаких вот таких маленьких нюансов, что на этой платформе так, на этой так, они сразу видят разницу, сразу о ней сообщают, мы это сразу же пытаемся устранить. Это в плане даже ошибок помогает. Нет вот этого, вот я помню, была такая тема, большая на самом деле, связанная с мультиплатформенностью. Xamarin появлялся в свое время, как вот инструмент такого кроссплатформенной истории, написать приложение, которое будет работать, и там, и там. Там были еще несколько таких громких проектов, которые позволяли написать одно приложение, которое, в принципе, бы ты тестировал, а оно бы работало на оси, на андроиде. Вот эта вся тема умерла, или как бы, что с ней происходит сейчас? Нет, не умерла. То есть сейчас популярен, кажется, Flutter, React Native, вот, но с момента выхода iOS, это 13 лет, да, сейчас уже 14, получается, идет. Ну, примерно, да. Давно, слушай, мы давно здесь сидим, слушай. сегодня Ник, значит, актер из «Один дома», как он там? Николай, Макалей, Макалей, да, он написал сегодня твиттер, говорит, хотите почувствовать себя старыми, добро пожаловать, мне 40 сегодня. Слушай, это да, слушай, это безумная какая-то цифра, «Один дома», я вот вспоминаю, это же прям вот это новогодние вот эти вот каникулы, мульти, ну, в смысле, фильмы. Да, ему уже 40. Ужас какой-то, ему старый фердун, слушай, ужас. Так, подожди, то есть получается, вот эта вся история все-таки потихонечку двигается. Ну да, то есть прошло 13 лет, но... Идея не умерла, идея не умерла, но, заметьте, она не захватила мир. О, да, кстати, по сравнению с тем же Котлин, да, мы видим, насколько быстро, да, вот он съел в рынок просто, да. Съел, да, жалу на мобилках, мультиплатформенность не съела. Понятно, что идея появилась сразу же, как только кто-то профинансировал разработку двух приложений, потом смотрел на них и говорил, блин, это, конечно, одинаковые, а я два раза за это заплатил. Можно один? Вроде как можно, но вот она не захватила рынок, потому что есть куча нюансов каждой платформы, ошибок в самих этих мультиплатформенных системах, вот, но они развиваются в каком-то виде, то есть постоянно появляются и вакансии, но спектр задач, которые способны они решить, он ограничен. Слушай, а вот если мы как бы вообще про платформу поговорим, потому что, ну, мы тут про новости прям вспомнили, про МакКлэй, МакКлэй, как по-моему, как-то так, слушай, я про Динсида даже не могу, я мою очередь возьму, а про платформу поговорим, буквально новостной это повод у нас очень мощный, у нас тут внезапно Apple выпилила из своего App Store приложение, там, Epic Game, по-моему, компания, выпили Fortnite, по-моему, да, они там на бабки покусились. Ну да, но у Apple есть, кто не в курсе, правило, что если вы продаете через их платформу какие-то электронные, значит, товары, вы должны отдать 30% Apple. Понятно, что, вроде бы, кажется, все честно, то есть ты приходишь со своим софтом в экосистему, тебе дают там доступ ко всем этих пользователям и за это хотят 30%, но когда вопрос идет о деньгах уровня Fortnite, понимаете, да, с какой количеством 30% это, безумные деньги, да, конечно, хочется их не отдавать, поэтому Fortnite сделал обход, значит, вокруг возможность покупать товары в обход Apple, Apple за это их удалила, они всегда так делают, ну это стандартная политика, да. Да, наверное, не только Apple, она и у Google такая же. По-моему, Google то же самое сделал, чуть попозже как-то там, они сделали по-другому обстояли. Да, да, ну в данном случае они, конечно же, объединились, потому что они защищают огромный источник доходов и... Ну да, создание прецедента это разрушение экосистемы... Она не выгодна ни Google, ни Apple, понятно, что они здесь работали как один фронт, вот, но если Google ты, более-менее, еще можешь какие-то дополнительные стори создавать или как-то распространять ПО в обход сторов, то в Apple это, в принципе, никак невозможно. Вот, поэтому в основном сейчас зарубы там у них идет с Apple. Да, ну Apple всегда славилась своими жесткими требованиями в стори, но вот требования Epic Games о том, чтобы была возможность создавать другие App Store, не факт, что она беспроблемная. То есть, вот сейчас для того, чтобы попасть в App Store, тебе нужно выполнить вот условия, один список условий. Он может быть жестким, он может быть местами неприятным, но вот он один, ты его выполнил и все. А, скажем, в азиатских странах, да, я думаю, что у тебя есть хороший пример. Да, у меня есть хороший пример на эту тему. Ребята выпускают приложение на наш российский рынок и мы понимаем, я думаю, что мы, подслушатели, прекрасно понимаете, что количество китайских телефонов, китайских, полноценных китайских, там всевозможные Honor, Huawei, Mi, там какие-то, Oppo, ну вот вообще все, китайские, корейские, и так далее. И на нашем рынке большое количество Huawei, по-моему, сейчас первое место занимает среди смартфонов, которые продаются в России, ну или там второе, ну то есть они там постоянно меняются, но там новые модели выпускают и опять занимают там лидирующее положение. И, соответственно, как бы мы имеем достаточно интересную историю. В Китае есть почти под каждого такого крупного оператора, крупного игрока есть свой собственный App Store, ну это вот связано, как бы не сами, это не их собственное желание на самом деле, это у них есть проблема, с которой они как бы столкнулись, поэтому, чтобы попасть в эти App Store, нужно, соответственно, разместить приложение. Понятно, мы на локальном российском рынке, мы хотим продавать русским людям, мы видим статистику, и нам, соответственно, нужно попасть во все эти App Store, для того, чтобы тупо просто быть в каждом телефоне со своим приложением. Мы в России, мы для русских продаем, но мы обязаны попасть в эти App Store. А, самая главная проблема, сейчас я поясню, в чем проблема, это же не просто так, как вот в Apple, вы купили лицензию Apple Developer, и вы пришли, и, в общем, разместились в одном магазине, и сразу появились на всех устройствах. Ну, понятно, у вас там есть ряд ограничений, тут проблема в том, что, во-первых, вы должны быть разработчиком с, ну, формально с лицензией работать в данном App Store, а для китайских App Store это выглядит так, вы должны, ну, там, зарегистрироваться, для этого у вас нужна симка жителя материкового Китая, материкового Китая, да, то есть, соответственно, как бы это проблема. Ну, здесь там кавычки поставим, потому что у разных могут быть немножечко разные, как бы, ограничения у кого-то пожестче, у кого-то помягче, соответственно, представьте, да, должен быть разработчик, который имеет хорошую репутацию вот в этом китайском магазе, для того, чтобы вы свое приложение через него смогли выложить, ну, и, соответственно, вы ищите такие студии, которые начнут это, ну, как бы, сразу распихивать там в 5-6-7 магазинов и, как бы, это только на андроиде, потому что есть официальный андроид, да, который, понятно, что работает там вот на официальных, как бы, есть под санкциями находящиеся компании, которые свои собственные делают, соответственно, апсторы, но мы в данном случае имеем Huawei, который вот, прям самый громкий пример, который всем известен, и вот мы начинаем идти по вот этим вот историям, потому что пользователь, в общем-то, он не убирает, он видит иконку с апстором, он его нажимает, и там не находит ваше приложение, все, вы потеряли пользователя, вы стараетесь с точки зрения разработки продукта придвинуть ваше приложение как можно ближе к пользователю, чтобы ему нужно меньше преодолевать сопротивление, он увидел рекламу, нажал, оказался в апсторе, нажал кнопку, все, приложение установлено, это даже если приложение бесплатное, не про деньги, мы сейчас про деньги вообще не говорим, то есть мы какие-то вот такие бесплатные рассматриваем решения, а если мы начнем говорить про деньги, я думаю, что здесь начнется вообще цирк клоуны. Да, и нужно будет поддерживать все, то есть у каждого апстора, они же это модерируют для какими-то своими целями, нужно будет поддерживать различные правила, сразу куча проблем с обновлениями, когда ваша какая-то фича, она поддерживается здесь, а вот здесь уже не может, и вы начинаете делать различные сборки, куча разных условий, так что разные апсторы, это тоже не так замечательно, как может показаться с первого взгляда. Слушай, а в этом смысле, вот ты знаешь, мы заехали уже на тему как бы вот этих разделений экосистем, и если раньше у нас их было две, ну по сути дела, да, вот в мобильном мире, то теперь их стало сильно больше, и это какая-то тенденция, вот я вот это смотрю, с IT-приложениями, это прям начинает становиться, уже некоторые внешние факторы очень серьезно влияют, если мы про тот же Huawei сейчас упоминали, да, эта история на самом деле политическая, по большему счету, она не связана, ну то есть, экономически она, наверное, была, ну в принципе, не очень выгодна, там и тому же Huawei, и тому же Android, она нанесла некоторую репутацию, репутационные потери. Им да, а вот компаниям, работающим на Америке, в Американском рынке, ну да, теперь Huawei не поставляет туда оборудование, замечательно, да, разумеется, ну и вообще, на самом деле, платформ сейчас стало, все-таки, к системе меньше, потому что, все, Microsoft бросил рынок, нет необходимости больше писать, а мы думали, будет, не будет, даже нанимали сотрудников, писали под... Помнишь, BlackBerry был, своя звезда, ну то есть, они сейчас, в Android перекрасились, на самом деле, их стало две, просто вот таких магазинов растет, и все это растет, потому что IT стало заметным, то есть, до того, как мы-то были какие-то гики, которые писали что-то свое, там даже что-то в этом интернете продавали, это было неважно, а сейчас у нас топ-5 компаний, топ-10 компаний мира, это же почти все там IT, кто там, только 2-3 компаний не IT. Да, по-моему, первое место очень долго удерживал Bezos, ну это прям все такие, типа, книжный магазин, типа, тут это, на самом деле, это же огромная мегаимперия, с Amazon, и там, АВС, и все, вся эта история, да, и как бы там первые 5, это ты как-то очень сузил, первую 20-ку возьми, и посмотри, кто там находится. Да, и там не IT-компаний будет мало, поэтому, конечно, да и... Те, которые не IT-компании, они на самом деле уже, в общем-то, немножечко IT. И в этом плане, да, и бюджеты топовых компаний, они ведь уже приблизились к бюджетам государств, поэтому это уже такое, их если не начать регулировать, то они начнут регулировать тебя. Вот, поэтому политика начинает вмешиваться, да, и потихоньку Интернет начинает децентрализовываться. И децентрализовываться не в том смысле, в котором мы видим попытки создать децентрализованный Интернет в сериале «Силиконовая долина», где он будет единый, но... Кремневый долин, Где он будет единый, но децентрализованный. А здесь он будет децентрализованный и не единый. Ну, пока вот понемножку есть какая-то тенденция к тому, чтобы вот так вот это все развивалось. Ну да, зона Китая, понятно, уже с примером с TikTok, я думаю, все заметили, как это политическими методами конкретно отжимается история. Я думаю, что там все офигели, просто в ровном месте. Я думаю, что во всех крупных компаниях аналитики сели и начали думать, а где нас могут вот так же отжать, где нам надо риски вот эти учесть. И мы, кстати, в предыдущем подкасте говорили про антихрупкие компании и про работу с рисками. Это на самом деле вот этот кейс работы с рисками, я думаю, что сейчас прорабатывается в огромном количестве компаний, и не только айтишных. Потому что вот эта политическая история с TikTok, она очень-очень серьезная. Это разделение вот мира на такие большие зоны. Понятно, что будет зона, условно контролируемая Соединенными Штатами. Понятно, что будет зона, контролируемая условным Китаем. И вот не знаю, что с нами будет, потому что мы тоже, в общем, к нам куманным или к красивым. Ну, пока что мы на самом деле по всем параметрам копируем шаги. То есть все вот эти блокировки, они появились не у нас. Евросоюз намного раньше начал блокировать сайты, которые им не нравятся и так далее. Это, кстати, мало кто понимает, что на самом деле все наши, например, ФЗ-152 по защите персональных данных, это калькас европейских законов. То есть, по сути дела, мы там взяли, переписали их, ну и чуть-чуть под себя подделали. Они немножко там со своей спецификой, но по большому счету... И они даже местами попроще. Они дешевле, я тебе честно скажу. Да, проще, дешевле, потому что евросоюзные правила там, они прямо, прям суровы, и под них очень сложно подстроиться. Да, это прям такая большая тема. Ну, если мы вообще вот к этой истории вернемся, мобильная разработка, какое ее будущее? Потому что, ну, с одной стороны, да, вот у нас, ну, как бы мы пишем под платформы, которые, по большому счету, есть у каждого в телефон, ну, телефон есть у каждого сейчас, да. Мобильные операторы, мне кажется, захватили все. Ну, то есть, эта поляна просто не то чтобы выжженная, а просто вот, ну, просто ни у кого нету больше телефонов. У нас сейчас в квартире сколько-то телефонов, да, вот два резервных телефона, мой, твой, и мы только вдвоем дома. Ну, то есть, как бы, да, сейчас, если придет жена и дочь, то, то есть, у дочери старенький телефончик специальный, там, он без симки, без всякого разного, но чтобы она училась там фотографировать, как-то выстраивать кадр. Ну, вообще, как бы, как-то приучалась, как бы, к интерфейсам, к каким-то решениям, да, и у супруги тоже телефон, естественно, да, которым она пользуется. Вот мы еще два телефона бы докинули сюда для пачки, да, и вроде бы, с одной стороны, рынок-то гигантский, огромный, а с другой стороны, если он так вот как-то попилится, что делать, насколько это перспективная вообще вакансия, во сколько вообще перспективно вкладываться в развитие, потому что представим, что у нас на территории России отключили iOS. Ну, я не верю, что такое произойдет, конечно, это, во всяком случае, не в ближайшие, там, пять лет, вот, но в целом мобилки с каждым годом растут безумно захвата рынок, ими становится пользоваться все комфортнее, чем домашним компьютером, ты можешь делать все, что нужно там, планшеты, кстати, от них ожидалось чуть больше, чем в итоге вылилось, поэтому разработка под планшеты, это прямо очень индивидуальная задача, и всегда на заднем плане. О, интересно, кстати, я про это не думал в таком ключе. То есть вы начинаете разработку, о планшетах вначале никто не думает, если вы можете это сделать дешево, то мы это сделаем, это когда у вас, ну, все верстают сейчас резиновые верстки, да, которые растягиваются под все, то есть, платформы. У Android с этим, с одной стороны, тяжелее, потому что у них количество устройств безумно огромное, и там выплывает множество проблем с локализациями и вообще с картинками, выворился чуть попроще, количество устройств поменьше, но все равно все стараются. Ну, там тоже, кстати, если вот раньше было там 2, 3, 4, да, то сейчас штук 16, наверное, да, где-то там. Да, но они дублируют друг друга, если ты посмотришь, что... А, размеры, да, если вы... То есть X, это, похоже, последний, когда добавился какой-то новый нестандартный размер, а так все вот эти следующие все телефончики, они либо в тот, либо в другой размер попадают. Это круто, кстати. Это вообще, то есть, с точки зрения инженерного дизайна, я считаю, что это вообще, это безумно крутое решение. Да, и поэтому здесь чуть попроще. Но если у вас есть с самого начала возможность сверстать все таким образом, чтобы это и на планшетах хорошо показывалось, то это, конечно, делают, но это очень редкий случай, потому что, по большому счету, у тебя это настолько разительный размер, что у тебя сразу появляется куча простого пространства, неправильно позиционировано, под это нужно отдельно заморачиваться, и рынок планшетов, он очень ограничен. То есть, в итоге, людям не очень понравилось пользоваться планшетами. Это такой промежуточный этап, когда вроде уже не телефон, но вроде как размер с ноутбуком, так я лучше мототбук возьму, и... Ну да, типа... Да, поэтому у планшетов есть свои задачи, которые они выполняют. Я книжки читаю, и рисую, и играю. Да, но видишь, как, опять же, под эти конкретные задачи есть устройства более... Да, более заточенные. Да, то есть читать с электронной книжки будет попроще для глаз, наверное, чем с планшета, и так далее. И когда человек понимает, для чего ему на самом деле нужен планшет, вот, это ведь дублирующее устройство. Да, я согласен. То есть, ты не будешь держать, там, все то же самое, что на телефоне, это просто на него, там, тебе проще дотянуться рукой и взять телефон. Ну. Вот. Поэтому, ты ее делаешь, там, как читалка. В какой-то момент такой, ой, я-то читалка. Я пойду куплю читалку. Поэтому все задачи по планшетам всегда лежат в бэклоге на какое-то будущее, когда мы здесь все исчерпаем. Ну, такой, какой-то бесконечный сундук, короче, с возможностями. Слушай, а вот, если мы еще немножечко, еще глубже копнем, если рынок растет. Рынок растет безумно, да. То есть, мобил требуется какое-то количество специалистов. Как сейчас с этим дело обстоит? То есть, с точки зрения подготовки кадров, не знаю, курсов, раньше с этим было как-то сложно. Вот, про iOS, я помню, был только неплохой, прям, стэнфордский курс, который прям можно было через iTunes загрузить и прослушать. Но он был один. Ну, то есть, как бы, по факту. Больше никакой информации не было. Ну, читай, мануалы. Да, да, действительно, я еще, например, 6-8 лет назад вообще ничего не было. Все там были самоучками. Ну, и поскольку сфера безумно растет, специалистов, конечно, не хватает. В целом, их ваги вообще весь день не хватает. Ну, это логично. Да, но кажется, что мобилка с этим, типа, посложнее. Курсы действительно есть. Они есть, ну, мне так известно, две большие платформы, которые адекватно обучают их, это Geekbrains от Мэйла и Opus, кажется, называется. Отус? Отус, на самом деле, я извиняюсь. Слушай, а вот, ну, про Отус я более-более знаю, а вот, как бы, про Geekbrains я что-то как-то не это... Да, у них есть. У них прям отдельный курс про мобилки, он большой, развесистый? Да, он большой, развесистый, так же, как и Отус с начала до конца, так сказать, которые они там способны обучить. Вот, программы, я не видел программ полностью всех обоев, но так из того, что я успел зацепить, это они очень похожи. Кажется, что Отус чуть-чуть посильнее, но это так, возможно, мне показалось. Ну, там, опять же, все будет зависеть от того, как построен процесс, от того, как... Это всегда больше зависит... ...от преподавателя и... ...от самого человека. То есть, курсы настолько близки, что все будет зависеть полностью от самого человека, даже не от преподавателя, а до того, как ему это вообще интересно и нужно ли оно ему самому. Мне мобилки нравятся просто потому, что я ловлю кайф от того, что я пишу. То есть, мне нравится, что у меня телефон с собой, часы с собой, я с часов там могу вести какой-то пароль, у меня дверь откроется. В общем, это все меня настолько цепляет, что мне просто нравится разработка мобилок. Ага. Слушай, а вот если мы, как бы, вот эту тему уже с курсами затронули, что стоит войти в мобилки? Ну, здесь такой классический вопрос, войти-войти, да? То есть, как бы, вот войти в мобилки. Сколько времени, сколько сил, сколько это примерно, то есть, там, условно говоря, опыта надо вложить. Ну, то есть, понятно, что все можно попытаться оценить. Вот, как бы ты сейчас мог оценить, ну, допустим, мы можем взять, там, трех персонажей, да? Первый персонаж, это, ну, не знаю, человек, который, условно, там, школьник-студент, да? То есть, какое-то профильного направления, ну, то есть, как бы, он технически более-менее понимает, что происходит. А, там, человек, который, второй, например, это разработчик, который уже что-то умеет, там, не знаю, там, на питоне что-то пишет. И у него есть уже есть практический опыт работы, там, с различными тулами и пониманием процесса разработки в целом. И он даже имеет, ну, какой-то дюниор такой, да, возьмем. И человек, который, в принципе, занимается разработкой на бэкэндах, допустим, достаточно давно, но вот он решил, что ему это интересно попробовать себя в мобилах. То есть, у него и богатый жизненный опыт, там, например, видел еще, так сказать, хранимые процедуры. Да, для тех, кто это как-то пот вытер, так сказать. Ребята 40 до сих пор видят процедуру и не страдают от этого. Да. Хотя нельзя сказать, что это всегда плохо. То есть, это нужно понимать, это хороший инструмент, если вы понимаете, как им пользовался. Да, мы примарочку сделаем, потому что некоторые могут сказать, что мы этот хейтим. Предвидя комментарии. Да, предвидя комментарии, да. Ну, не, мы хейтим, конечно, но это хороший, нормальный, классный инструмент, который очень хорошо масштабируется в рамках СУБД, и нужно понимать, как им пользоваться. Для этого, правда, нужно немножечко в реляционную математику, как бы. Ну, вопрос, на самом деле, сложный. То есть, я пробовал преподавать в институте, да. Спасибо тебе, дал такую возможность как-то. Какой-то билет в будущее, сколько ты меня проклинал. Нет, это был очень интересный опыт, мне понравилось. И вот я оттуда вынес интересную штуку, что ты, вот, общаясь с человеком, ты думаешь, что вот он разбирается в технологии, потом задаешь вопрос, он такой, ты не знаешь, такой, не вопрос, сейчас мы спустимся на ступеньку ниже, там закроем пробел, значит, и сможем вернуться назад. Вот только ты под этой лестницей спускаешься в подвал, а там, в общем, нужно еще и работать, и работать. И вот поэтому в плане школьника я вообще не способен тебе сказать, какой ты срок. Кажется, что он может быть абсолютно любым. Вот, потому что настолько нужно объемную информацию, которую, вот, опытный разработчик даже не способен осознать, насколько мы знаем всяких мелочей для того, чтобы вот представлять себя в голове и считаем это очевидным. Что для новичка кажется просто... Мы читаем книгу и понимаем, да, пример я тебе приведу, да. Вот, братья Карамазовы читаешь. Вот тут я рекомендую, кстати, вот в качестве эксперимента. Ребята, откройте братья Карамазовы, почитайте тот язык, которым написан этот роман. Вот, просто, и попробуйте наслаждаться. Вот, как только вы начнете по-настоящему наслаждаться, в тот момент, когда вы там половину слов просто не понимаете. То есть я вот проводил эксперимент, я открывал студентам, так сказать, просто рандомную страницу из этого романа. И там прямо... А это что? Это вот я не понимаю, да. И вот для нас это очень... Многие вещи, они просто в подкорке находятся, потому что мы работали, слышали, знаем, читали. И мы почитаем просто с листа. Здесь же все понятно. Да. А вот опытному разработчику... Ну, во-первых, в iOS есть своего рода барьер. Это техника. Вы не можете писать под iOS, ни на macOS. Поэтому придется какое-то там оборудование прикупить. Поэтому чем выше разработчик, ему это, опять же, проще. Потому что, во-первых, маки в целом в разработческой среде очень популярны. Во-вторых, средства так или иначе позволяют купить себе технику нормальную. Вот поэтому этот барьер, чем выше разработчик, он менее заметен. А по времени... Мне кажется, что в мобилке есть много специфики, которые касаются именно вот этих нюансов, которых нет в бэке. И которые уже подзабыли все. Это работа с памятью. Понимание того, сколько это занимает ресурсов. Что у нас есть не только ресурсы памяти, еще и энергии. И все вот эти мелочные ресурсы. А в бэке давно об этом все забыли. Ну, начнем жрать побольше, купим сервер помощнее. Здесь вы ничего купить не сможете, потому что вы не у себя. Нюансы с релизами, любая ошибка, она... Ну да, ты получаешься в такой ловушке. Потому что тебе нужно законтрибьютить в некоторый App Store, а ты не можешь его сделать, потому что, ну типа, две недели, чувак. Кстати, с этим стало все просто. Теперь нет никаких двух недель. Кстати, вопрос о том, что изменилось за последние годы. Сейчас даже у Apple все проходится в течение суток. Спасибо. Все в этом плане стало намного лучше. Да, теперь никаких двух недель. Раньше было прям совсем жестко, да? Да, раньше вы отправляете на ревью, и через две недели вас рассмотрят ваше приложение. Вот, и если у вас есть серьезная ошибка, вы звонили на телефон горячей линии, просили дать вам возможность пройти это ревью быстрее. Быстрее это значит, типа, дня 3-4. Вот, и все это время у вас... Хиты были, да. Краш захватывал пользователей. Вот, да. Ну и аналитики появилось побольше, поэтому сейчас все это быстрее обнаруживается, меньше страдают пользователи. Но все эти нюансы, они, конечно, увеличивают время перехода на платформу. Слушай, ну, в целом мы можем сказать, что, допустим, там нужно полгода-год вот такому опытному разработчику что-то? Опытные разработчики же вообще очень быстро переходят с языка на язык. Некоторые даже развлекаются этим. Ну да. Постоянно, типа, каждые полгода такой, ну все надоело. Что там у нас в Kotlin? Давайте попробуем Kotlin там. Не Kotlin, так. Что там у нас еще? Что-то, на чем я еще не писал, да? Да, да. Поэтому думаю, что да, опытному разработчику он за год, конечно, за полгода, за год, конечно, справится. Слушай, а вот если мы сейчас вернемся как бы обратно к истории про в целом экосистемы, то есть они неравноценны. То есть, с одной стороны, количество приложений под iOS, вот я помню, было прям очень большое искажение. Под iOS было огромное количество приложений, а под Android их было, ну, сильно-сильно меньше. При том, что Android больше, вот именно в численном выражении. Как-то изменилась вот эта история сейчас? Так было, потому что в iOS были деньги. То есть, изначально как-то все это так развивалось, что люди, которые покупают Apple, у них есть деньги, и они изначально готовы были платить за софт. Люди, покупающие Android, за софт платить были не готовы, и у них была возможность обходить весь этот механизм просто для пользователя. Ну, а пока что нужно было, да. Да, то есть, у iOS тоже была вся эта в начале очень популярная. Ну, да-да, джейн-брейки. Джейн-брейки, да. Очень популярная была сидя. Да, сидя, оно, кстати, внезапно до сих пор живое. Чуть ужаское, да. Да, но оно в основном распространяет более уже девелоперские какие-то тулзы, такие, типа. А обученные пользователи сейчас уже не занимаются этим. Раньше джейн-брейкер это прям поголовно. Вот, и поэтому приложение сначала писалось под iOS, и только потом, при наличии денежных ресурсов, клонировалось под Android, потому что все деньги были в iOS. Сейчас зависит уже от... Ну, во-первых, пишут уже стабильненько сразу под две. То есть, количество приложений, я думаю, что более-менее выровнялось. Я бы не сказал, что сейчас где-то их больше или меньше. И даже с деньгами стало попроще. Теперь все зависит уже от типа приложения. То есть, вполне может быть, что у вас на Android уже денег будет больше, чем в iOS. Ого. Это как-то для меня это прям шок-контент, потому что как бы я как-то... Ну, это зависит, опять же, от типа приложения. То есть, в каких-то нюансах дисбаланс все еще остается. Но сейчас уже нет смысла писать только под одну платформу и думать, что вам этого хватит. Ну, то есть, эта стратегия как бы ушла в прошлое. Да. То есть, денег тупо надо в два раза больше. Ну, да. Поэтому и все пытаются придумать какую-то универсальную платформу. Ну, вот она все равно пока не придумывается. Ну, она придумывается, но не работает так бы как... Не стало так популярно и так беспроблемно, как бы хотелось. Слушай, а давай обратно вернемся к нашим людям, к тем, кого мы нанимаем, а именно к найму. К найму. Если рынок растет, нужно в два раза больше писать и денег стало уже нормально. Соответственно, там нехватка людей и зарплатки должны расти. Соответственно, HR-ы должны избиваться с ног и искать... Искать, искать прямо таланты! Да, да. HR-ов очень много. Ну, мне кажется, что вообще во всем IT, опять же говорю, не хватает специалистов. Но вот почему-то в мобилках, может быть, потому что я за ними больше слежу, мне кажется, что их не хватает больше. И вообще, мне кажется, что вот есть некий уровень зарплат. Вот такая какая-то медиана. Постоянно публикуются отчеты, да. Ну, кстати, какой-то недавно был от HR-у, по-моему, отчетик такой. Да. Вот можно его будет присобачить в шоу-нотку. Ну, если не поменять, что-то в районе 150-180 была какая-то медиана. Ну, что-то вообще не такое. А медиана для тех, кто помнит статистику, это половина, ровно половина людей ниже этой цифры и ровно половина людей выше этой цифры. То есть это не средняя. Да, но по моим наблюдениям не все так просто. То есть на эту зарплату людей не найти. Ну, вот по моему опыту. Потому что похоже, что все люди на этих зарплатах, они сидят на своих местах, им хорошо. Комфортно. Они тут знают всех людей. И если ты хочешь себе специалиста, то ты должен ему предложить что-то выше значительно, чтобы он вообще на тебя как-то посмотрел. И начинаются нюансы с тем, что готов ли ты сам платить такие деньги, чтобы человека сманить. И выходит, что иногда, в общем-то, и нет. Да, и последние годы HR-ы стабильненько пишут. Но раньше я всегда, ну я вообще стараюсь HR-ам всегда отвечать. В общем, я послушал не так давно подкасты HR-ов, слышал всю их боль. Вупли, вупли, боль, да. Все страдания, когда они еще, значит, эти сотрудников, там уж, не дай бог, мобилку, так это все для них. Катастрофа, где же я их вам возьму. И стараюсь им отвечать. И раньше у меня был хороший такой ответ, типа, благодарю вас за предложение, но я работаю только удаленно. Вот. И они говорили, ну, удаленно мы вам предложить не можем, как только у нас появится вакансия, мы к вам вернемся, спасибо. И ты такой, ты вроде не отказывал людям. Вот одновременно, типа, не подходил под их условия. А теперь это не работает, потому что все стали приходить и говорили, удаленно, ну, ну, ладно, хорошо, давай удаленно. Внезапно это как-то волшебная пилюля коронавируса, да? Да, то есть это... Да. И... Слушай, ну, а вот эта вот история с тем, что HR приходят, зарплаты растут, это же, в общем, должно становиться просто тупо неэффективно с точки зрения разработки продуктов. А, соответственно, HR должны быть супер демотивированы всем этим безобразием, то есть людей не найти на нужные зарплаты, на установки? Ну, не только HR демотивированы, собственно, и сами наниматели тоже. То есть они смотрят на рынок, понимают, что нужно платить там значительно больше денег, типа, а надо ли тогда? Вот. Но, тем не менее, все равно вакансии просто море. Мне кажется, что... Ну, вообще, в целом, айтишник без работы – это плохой айтишник, а уж в мобилках-то вообще должно быть проблем найти. Слушай, а вот если мы вернемся к вопросу о комфорте и вообще коронавируса, эта история про удаленную работу, она как-то достаточно серьезная, достаточно большая. И вот я постоянно в каждом последнем подкасте про это дискутирую. Мне тоже интересно твое мнение. Что ты думаешь про удаленную работу? Как это все изменилось? Насколько это временное явление? Ну, то есть вот давай потанцуем на этом поле. Ну, удаленная работа уже, как я говорил, типа, лет 8, наверное. Не то чтобы я там не люблю офисы, я не хочу переезжать из своего города, где мне нравится жить. А работать на интересных проектах хочется. И изначально вообще, когда мы перешли на... перешел на удаленку, это было по знакомству, где мне типа рекомендовали, что я действительно справлюсь там и так далее. А в целом это было очень непопулярно. То есть найти вакансию, на которой написано, типа, удаленно, то есть нужно было ее там ждать 3-4 месяца. Потому что ты квалифицированный специалист в своей области и просто так в городе бы нашел работу за несколько дней, у тебя была бы куча оферов. Но здесь приходилось... Ну да, достаточно было написать, что типа, ну, ребята, в Твиттере... тогда это был Твиттер. Да, типа, открыт для предложений. Да, и там куча оферов, больше ходишь и выискиваешь, кому вы другу подходите. То удаленка приходилось знать 3-4 месяца. Ну вот за 3-4 месяца что-то находилось. Вот, то потихоньку эта штука с каждым годом росла. Был плавный такой очень хороший рост. Был плавный рост, был не очень быстрый, но плавный рост. И вот до начала коронавируса, казалось бы, ну, что уже много должны уметь, но в основном были проблемы с тем, как работать с удаленщиками. Ну, это проблема менеджмента скорее. Да, проблема менеджмента самих вот людей, которые работают с этими удаленщиками. А коронавирус этого внезапно сильно профорсил. Вот, не могу, да даже абсолютно уверен, что не все готовы работать на удаленке. То есть не всех позволяют условия дома, не всех хотят. Есть люди, которые любят много общаться. Я сам люблю общаться. Поэтому, когда встречаю людей у меня дома, я и слова сказать им не даю. Вот, но не у всех получалось. Поэтому был большой риск, что когда вот это что-то с коронавирусом, всех стали отпускать домой, оно могло развернуться в обе стороны. То есть могло как быть большим доказательством того, что это не работает. И вообще начать после возвращения всех в офисы главным аргументом против. И удаленка бы с тем же скоростью, которая наросла, начнала бы и идти вниз. Могла бы сильно вырасти. Все бы стали супер эффективными дома. Все такие, ой да офисы не нужны, все заканчиваем. Рынок недвижимости по свидуле. Но оказалось где-то посерединке. То есть кому-то зашло, кому-то не зашло. Но в целом сейчас хотя бы можно с этим приходить и разговаривать. Открытая уже такая шкатулка Пандора, которая открылась и теперь уже ее не закрыть. И теперь в принципе это как-то такое. В принципе можно разговаривать. То есть если раньше к тебе приходили некие крупные компании и говорили удаленка. Без вариантов нет. Я там согласен на все условия. Вот я вам подхожу идеально. Он говорит, вы нам подходите идеально? Нет. Вы даже не готовы это обсуждать. Даже на вот на моем уровне дальше меня будут ругать за то, что я вообще с этим пришел. То есть сейчас можно прийти к ним и сказать, что вот я так-то готов. И обсудить условия. И там на определенных правилах все это будет работать. А вообще, ну я кстати поддержу твою вот эту гипотезу. Мне кажется, есть какой-то процент компаний, которые конечно вернутся в офисы. И достаточно жестко кстати вернутся в офисы. Потому что просадки различные по производительности. Ну это я связываю скорее вот именно с менеджерскими историями. И с контингентом, с условиями вот вообще в целом. Не все готовы. Не у всех есть условия, чтобы работать дома. Вот. Я со своей стороны вот скажу. Особенно в небольших городах. Есть большая проблема с нормальными рабочими площадями например. Я бы с удовольствием и продолжал тоже работать удаленно. И понимаю многих людей, которые работают удаленно. Но если у тебя есть семья. Например, вечером я работаю там допустим с Москвой. А поговорить надо иногда вечером. Потому что в Москве это еще не совсем вечер. Я бы с удовольствием там часика на четыре. И вечером уезжал бы в какой-нибудь офис, который там круглосуточно условно работает. То есть какой-то каворкинг. Куда можно прийти с своей отдельной переговоркой или отдельным офисом. Который там 24 на 7 открыт. Но вот таких офисов в маленьких городах нет. И соответственно если ты работаешь условно от Новосибирска наверное и туда дальше. То есть ну к нам получается. То тебе очень некомфортно работать там с Москвой, с Санкт-Петербургом. Потому что разница у нас достаточно большая. Либо нужно там особые условия. То есть нужно понимать когда ты в состоянии разговаривать. Заранее продумывать, договариваться с ребятами. Про проведение например митингов различных или встреч. Опять же мы говорим про семью. Значит с семьей нужно договариваться. И понимать как это все будет в семье воспринято. Сейчас достаточно очень комфортные условия например. Потому что мы например с утра можем с дочерью погулять. Вместе поиграть, пообщаться. А вот представим что она ходила бы в детский сад. То тогда очень интересная история. Потому что у нее все свободное время было бы вечером. А я вечером был бы супер занят. Мне пришлось бы передоговориться. Чтобы у меня там был час-два вот этого перерыва. Когда я мог бы там полноценно с дочерью поиграть. Не знаю покупаться там. Сходить на площадку вместе что-то поделать. Покумуницировать. Ну мне кажется что все это на самом деле вопросы решаемые. То есть договариваться. А вот с семьей действительно есть нюанс. Что первое время когда мы только уходили на удаленку. Приходилось обучать скажем так свою семью. К тому что ты на работе на самом деле. То есть в том числе доходило до скандала. Что ты же дома. Ты не дома. Более того ты входишь в некоторый поток. Да. Рабочий поток. Из которого тебя вытаскивают постоянно. Ты не можешь вернуться назад. Я думаю что все вот это вот падение производительности больших компаний связано с тем что. Эти сотрудники впервые столкнулись с этим. Это правда. Если все это смасштабировать на какое-то время. То эта кривая начнет очень быстро возвращаться к исходному состоянию. Потому что люди научатся взаимодействовать. У нас с женой на это ушло какое-то время. Но сейчас вполне нормально. Когда ты что-то говоришь человеку. То есть там допустим она мне что-то говорит. Я просто ее игнорирую. И она такая а окей. И просто прекращает дальнейший диалог. А я потом через какое-то время ей в телеграме отвечаю. И кажется со стороны немного странным. Когда человек что-то говорит слух. А потом ему отойдет в телеграме. И там дальше пошли там. Хотя мы находимся в одной комнате. Вот. Или кто-нибудь на никому не скажет. Ну-ка закрою дверь. Так а все окей. И это не выливается в дальнейшие там. Почему ты на меня наругался. Или что-то. А ну у него было совсем. Ну и загонов опять же таких нет. Что типа там. Блин. Ты ко мне плохо относишься. Или там еще что-то. Нет. Это не потому что. Да. Да. И сейчас мы уже этому обучены. Поэтому с этим проблем нет. А вот людям которые только-только переходят на удаленку. Они только-только с этим сейчас сталкиваются. И самое главное что они в очень короткий промежуток времени это делают. Я вот. У них не было подготовительного периода для этого. Да-да-да. Вот. Но не всех. Не у всех это получится. Кто-то пострадает. Кто-то там разведется. Не дай бог конечно. Разведется. Да. Мы очень надеемся что вы сохраняете хорошее отношение в семье. Потому что это конечно стресс для всех был. Большой. Очень серьезный. Я надеюсь что в общем берегите себя. Берегите своих родных. И в общем очень. Я очень рекомендую обращать внимание на детей. Потому что они воспринимают это гораздо острее чем мы. Если взрослым можно все объяснить. То у ребенка все-таки это целый мир. Вот эти отношения там с родителями. Он меня не любит. Это вот возможно в будущем детская травма. Так что в общем обратите на это внимание. Да. Ну и конечно. Вот. Сама взаимодействие с удаленными разработчиками. То есть вот есть этот менеджмент. Который до этого не умел работать. Теперь их значит по бразильской системе. Закинули. По бразильской системе. Яролаж вспоминается. Значит в удаленку. И сказали вот работайте. Тут не все механизмы такие же. Как и в офисе. Поэтому. Скандалы. Какие-то увольнения. Падение показателей. Вот. Все эти. Всем этим. Все эти люди. Они. Своими страданиями. Двигают удаленку. Значит в светлое будущее. Вам спасибо. Вы пострадаете. Нам станет лучше. Ну да. В целом. В целом. Я с тобой согласен. Но появится зато какое-то количество. Во-первых. Есть куча манеджеров. Которые очень скептически к этому относятся. Настолько. Что даже не хотят об этом обсуждать. То есть. Мы не согласны вообще даже начинать этот разговор. Такие ребята возможно сейчас уйдут. Появятся более лояльные кудаленки. Которые говорят. Да. Можно. Но. Когда появляется но. Уже можно о чем-то говорить. Ты такой. Ну это окно возможностей. Да. Которое уже можно сдвигать в свою сторону. В случае если у тебя есть нормальный хороший полноценный аргумент. Ну ты в конце концов можешь типа говорить. Да. Типа вот там. Готов пойти на какие-то уступки. Зато буду работать на проекте. На котором хотел. Оставаясь там в своем городе. Вы договоритесь. Да. Это очень мощная история. Я думаю что кстати вот. Для многих компаний это открыло возможности еще и найма. Новых специалистов. Которые можно получать из других регионов. Не неся издержки достаточно большие. Я думаю мы по-настоящему оценим вот всю историю вот с вот этой удаленкой коронавирусом и всем остальным. Особенно крупные компании. Они оценят это ну я думаю еще через полгодика наверное. Может быть даже побольше. Да. Нужно вот чтобы это колесо прокрутилось. Нужно собрать статистику данные по-настоящему как все произошло. Оценить вот это вот убрать эмоциональную составляющую. Которое конечно огромное количество сейчас прямо есть. У многих компаний мы знаем есть что есть огромное количество экспериментов связанных с тем что а давайте мы подольше поддержим людей на удаленке. Давайте откажемся от части офисов. Или сделаем их меньше там. Ну то есть еще какие-то вот истории есть. В любом случае вот на этой вот замечательной ноте хотелось бы закончить. Единственное что если ты порекомендуешь какую-нибудь книгу нашим подслушателям. То мы ее вот так сказать добавим шоу ноты. Чтобы почитать. Не обязательно пойти. А вот в принципе что-то что может менять. отношение к жизни. Единственное что я бы хотел добавить. Такой последней реплике. Что вся эта тема с возможности с открытым HR для больших компаний. Удаленка открыла. Она одновременно стала ночным кошмаром региональных компаний. Это правда да. Которые. Которые теперь не могут просто никак конкурировать с крупными компаниями которые хантят у них сотрудников. И приходит предлагать зарплату в два раза выше. На удаленку. И нечего абсолютно им предложить. И компании либо научатся работать на весь мир. А не на свой регион. Либо вот пострадают качеством своих сотрудников. Будут нанимать менее квалифицированных специалистов. Либо просто закроются. Ну это кстати да. Рыночек порешает. Для региональных компаний это конечно тоже очень большой вызов. Мы кстати в предыдущем подкасте обсуждали этот вопрос. Что делать сейчас. И те кто вот сейчас пока еще переживает историю с локальной компанией. С коронавирусом. Что вот мы вот тут вот как-то здесь. Там людей туда. Людей сюда. Чтобы никто не заболел. А на самом деле вот тот вопрос который это обозначил он гораздо важнее. Что произойдет еще через полгода. Сейчас вот вы выживете. Сохраните своих клиентов. Это очень круто. А дальше что. Это стратегический вопрос на самом деле. Да хорошо что я не руковожу маленькой региональной компанией. И оба перекрестились. По поводу почитать. Не знаю насколько тебе будет корректно у тебя значит на подкасте порекомендовать другой подкаст. Да. Но если вы собираетесь заниматься мобильной разработкой. Вы просто обязаны слушать значит подкаст подлодка. Да есть такой да замечательный ребят. Надо к ним в гости сходить. Они не только о мобильной разработке. Потому что они более менее кажется уже исчерпали большинство. Эти мобильные разработки. Но если вы собираетесь в мобильную разработку. То послушать историю этих подкастов прямо вот стоит. Во всяком случае вы будете знать что сейчас в тренде. вот. А в плане книги даже не знаю. Мне кажется что вообще книги не успевают за IT. Оно с каждым годом разгоняется быстрее. А выпуск книг быстрее то чуть не становится. Вот. Из-за этого вся книжная литература уже выходит устаревшей. Вот. Поэтому подлодка конференций и общение вам помогут найти тренд. А дальше специализированный курс и документация. Думаю что сейчас это работает именно так. Знаешь я добавлю сюда именно мировоззренческую книжку. Которую кстати я брал у тебя почитать. Сейчас выходит ее второе издание. Это паттерны проектирования. Кристофера Александра. Которую из студии Артемия Лебедева. И их издательство издал. Переиздает. Сейчас есть открыты предзаказы. Ссылочку добавлю в шоу ноты. Ребят приходите. Я в свое время пожалел что я не смог ее купить. Потом я не смог ее найти вообще. В принципе вот это первое издание. Это великолепнейшая книга. И я просто жду. Во-первых я уже себе ее выписал так сказать. И жду просто с нетерпением. Чтобы она в мои сгребущие лапки пришла. Великолепное издание. Очень красиво круто сделанное. С точки зрения именно книги. Она оформлена просто безукоризненно. И содержание контент. Он настолько мировоззренческий в некотором смысле. Вы читаете книгу о проектировании. О проектировании дворов, квартир, зданий. Пространств. Города даже. Как спроектировать город. Но когда мне нужно объяснить людям что-то. Ну не IT-специалисту. Какие-то там заказчику. Или еще что-то. Значит про разработку. Я всегда использую метафоры в строительстве. И они всегда ложатся один к одному. И поэтому вот эта вот книга по паттернам. Значит городов и так далее. Очень хорошо развивает вам даже архитектурные навыки в разработке ПО. Ну бомбическая книга. В общем рекомендуем. От всей души. Ссылки в шоу-нотах. А на этом мы с вами прощаемся. Уважаемые подслушатели. Пейте кофе. Пишите жало. До скорой встречи. Пока-пока. Всем до свидания. Выпуск этого подкаста выходит при поддержке патронов. Александр Кирюшин. Алекс Маликов. Федор Русак. Игорь Кополь. Лео Копанин. Михаил Гайдамака. Ни Кабуру. Василий Галкин. Павел Дробушевич. Павел Ситников. Сергей Киселев. Сергей Винярский. Сергей Жук. Спасибо вам большое уважаемые патроны. А вы уважаемые подслушатели можете стать патронами. Приходите на patreon.com. И поддержите выпуск этого и других подкастов. артист tipo для жарков в сбród вашего pratique. Использ đã уничтожать руку.